Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я таролог и на своем телеграм-канале, ссылка будет в описании канала и видео, я размещаю развлекательный контент и делаю набор на бесплатные расклады. Называется это живой расклад и подходит формат для тех, кто не решается наличной или по каким-то причинам не может оплатить личный расклад. Делаю я это конечно не часто, так как я являюсь консультирующим тарологом и работаю каждый день. Ольга спрашивает про предложение о работе на который меня бы полностью устраивали условия. Она спрашивает когда это произойдет, но к сожалению второй некорректно задавайте вопрос когда. Колода у нас вторая в русском стиле и я бы спросила тогда вот в перспективе такое предложение будет у меня, потому что здесь конечно карты могут ответить. Вот в основе видите отшельник, то есть начинаете похоже было до себя и вот у вас двойка кубков кстати. Смотрите отшельник он несмотря на то, что знаете его многие могут не понимать, он там к чему-то стремится идет, но он никогда не отказывается от своей идеи. То есть так же как вы наверное не отказываетесь от того, что вы хотите чего-то комфортного для вас. Может быть для вас благоприятно было бы, чтобы был хороший коллектив, либо ваш начальник вас вот прямо таки понимал, понимал ваши потребности. Но тут партнерство карты поймите, сложно как-то вот от этого отделаться. А отшельник как старший аркан он намекает на то, что вы сейчас как раз таки сама по себе, то есть вас может быть не поддерживают. Давайте посмотрим на вашу собственную готовность. По солнцу вы конечно знаете, что хотите. Может тут деньги, может быть тут найти никаких интриг. Ну в общем-то карта такая, очень благоприятная. Ну последует ли старший аркан, это уже значит смерть медленно. Так что не быстро это будет. Поступит вам это предложение, может быть вы сами его найдете. Смерть это знаете, когда я увольняюсь, какой-то период, возможно, испытываю даже какие-то трудности. Потому что я все-таки иду своим путем. Я не могу терпеть какое-то ко мне может быть неблагоприятное отношение, либо меня ущемляют в чем-то. И это мне тоже мешает найти то, что я хочу. Потому что мотивации не так много. Ну то есть меня там, может быть, еще прессингуют. И я еще должна что-то там искать. И по факту это не получается. Все это не на меня воздействует достаточно губительно. Но старший аркан, это не быстро будет. Старший аркан, это от года. Ну давайте еще одну карту. Смотрите, аж свечка затухла, как-то резко положила карту. Рыцарь Жезлов. Ну вам надо двигаться в этом направлении. Вам не последует само по себе предложение. Вам нужно искать его. Причем у вас какой-то свой путь до этого по отшельнику. Ну вот, наверное, все, что я могу сказать. Потому что для того, чтобы что-то найти, нужно это, наверное, все же поискать. Да, и стремиться к этому. И понимаете, король, извините, Рыцарь Жезлов, это аркан воина. То есть человека, который сжигает за собой все и идет куда-то вперед. Так же, как и по отшельнику. Это, знаете, в первую очередь, может быть, у вас не денежный запрос, а вопрос о каком-то личностном комфорте. И понимаете, отшельник это аркан мудрости. А человека здесь ценят не только за его, может быть, профессионализм, но и за его какие-то моральные качества. Поэтому по солнцу тут, наверное, очевидно, все в комплексе. Но я вам хочу сказать, что это будет не быстро. Понимаете, вопрос того нельзя задавать, когда. На них не написано. Вот 19, что это может означать? А-13, А-9. Старшие арканы это всегда длительный период. Ну, к сожалению, да. Ну, по-шельнику, извините, что-то у меня уже к вечеру села делать эти расклады, а сама уже устала. По Рыцарю Жезлов, конечно, это нужно понимать, что двигаться нужно уже сейчас, чтобы по смерти, наверное, быстрее этот период преодолеть. То есть не сдавайтесь. Я вам желаю найти работу по душе, чтобы действительно она соответствовала всем вашим запросам. Благодарю вас и благодарю всех тех, кто смотрел это видео. Желаю всем отличного дня и буду благодарна за лайки, подписки и комментарии.